Наши дорогие еврейские миллиардеры никакими иностранными языками не владеют в туниках, сандалях и по этим дорогам Моисея. Поэтому надо бы, чтобы книги были на родном языке, на русском. Почему вы думаете, что ФСБ это все исчезло? Что КГБ исчезло, а значит ФСБ уже не занимались этими делами. А что спорить-то? Эти люди же тоже офицеры. Иногда события России очень интересные, хотя, может быть, широкой публике они не очень известны. Хотя, казалось бы, эти события крутятся вокруг людей, которые очень известны. Скажем, Юлия Латынина. Знаменитая публицистка, которая много выступает и выступал на радио «Эхо Москвы», неожиданно решил, что вот он будет заниматься христианством, будет заниматься Иисусом, Моисеем и выпускать соответствующие огромные томы. Шесть книг о всех этих делах. Но вот, вы понимаете, что это, конечно, вызвало большой шок как бы и России, и православных кругах, потому что Юлия Латынина, на самом деле, конечно, дочь известных литературоведов, но сказать, чтобы Юлия Латынина какая-то историк или, скажем, теолог или что-то такое, как бы историк, диалоги, но никак нельзя. Так что взялся, конечно, Латынина за большую тему и как бы очень смело, очень смело. И все удивляются, зачем? Почему? Как это случилось? Конечно, мы не знаем это, не можем это знать. Мы просто понимаем, что Юлий Латынин довольно дорогой автор, что все-таки то, что он там что-то делает, он делает за деньги. И вряд ли это деньги являются те деньги, которые он получает от издательств просто. А наверняка все-таки кто-то должен, в общем-то, себе это удовольствие платить. Но сразу возникают головы какие-то идеи, скажем, известно, что по Синайским пустыням каждый год ходит некто Фридман, известный миллиардер, сопровождение других известных еврейских миллиардеров. Они как бы в туниках, сандалях там и по этим дорогам Моисея, по дорогам Моисея. Ну вот и кажется, что в связи с тем, что Юлия Латынина взяла как бы очень такую жесткую позицию по Моисею, что Моисей есть, что Исот был, это ведет мысли, что это как-то связано именно этой группировке еврейских миллиардеров, что как-то вот они наверняка хотели знать, как это все было на самом деле. Ну, причина простая, наши дорогие еврейские миллиардеры никакими иностранными языками не владеют. И все-таки как бы поэтому, так сказать, надо бы, чтобы книги были на родном языке, что же на русском, на русском языке, чтобы все понять, как это все было. Ну, это мое предположение, конечно, правда это или нет, конечно, пусть Латынина нам объяснит. Но вы должны понять, что, конечно же, Россия эти попытки, так сказать, изучать историю христианства вызвала, конечно же, просто невероятный скандал. И, конечно же, центр этого скандала русско-православная церковь. Дело в том, что в России нету такой традиции, как бы библейская критика, как бы критическое изучение исторических материалов по Библии. Это большая западная традиция. Это не значит, что в России ничего не знают, или нету этих материалов, или нету этих людей, которые изучали. Есть, есть. Но там нету такого, чтобы это было широко, как бы, открыто для публики. Чтобы, как бы, это была бы какая-то такая тема среди религиозного сообщества, среди простых верующих, чтобы они, как бы, были какие-то там книги, фильмы, и они это все, как бы, изучали там и интересовались этим. Это все же, это не традиция России. Хотя теологи, которые этим занимались, так сказать, изучали, и таких много, как бы, и тут нету проблемы, что нету знаний России об всех этих вещах. Знания-то есть, но, как бы, публика не очень информирована. Поэтому, конечно же, книги Латыниной были, как бы, полностью распроданы и в Петербурге, и в Москве, и вся эта образованная публика просто захватила все эти книги и вытащила, так сказать, себе домой. Но в чем тут, как бы, проблема, или почему об этом так много говорят? Но дело в том, что все это, чем занимается Латынина, это в советское время называлось научно-популярная литература, об обществе знания. Вот это такой вот уровень. Хотя сама, конечно, Латынина говорит о каких-то серьезных исторических исследованиях там и так далее, и тому подобное. Но, конечно, вы понимаете, что образованных, как бы, людей именно этой области России хватает. И Латынин попала бы очень жесткой критику и пресс по поводу своих книг. Вопрос, конечно, в том, что почти на каждой странице этих книг у Юлии Латынина очень много ошибок. Очень смешных ошибок. Скажем, какая-то новелла по Антипилате, он читает, что это писал Киман Пассан, хотя это писал Анатол Франц. И, конечно, люди, которые и знают Латынину, знают ее родителей, очень уважаемых литературоведов, они не могут понять, каким образом такое количество ошибок в этих книгах Латыниной. И люди просто спрашивают, да, а может быть, он не сам писал эти книги? Это какие-то чужие тексты, которые он подписал? Почему такое количество ошибок? Но ошибки поразительные, конечно, потому что все это, как бы, библейская критика, она старая в Западе, все эти источники есть. И, конечно, можно было делать все для того, чтобы не было бы этих ошибок. Но, тем не менее, они присутствуют в всех этих книгах, которые он уже выпускал, просто в чудовищном количестве. До того, что Латынин не знает, что написано на кресте у Иисуса. Ну, как это может быть? А зачем тогда вы этим занимаетесь? Возникает вопрос. Но вот такие странные ошибки, и люди удивляются. Конечно, многие спрашивают, не связана ли вся эта странная деятельность еще таким обстоятельством, что в России вообще есть какие-то известные люди, которые занимаются критиком христианства. Но, скажем, Невзоров, которые атакуют русскую православную церковь, тоже несет какую-то нелепицу. Не этим ли это связано? Дело в том, что, конечно же, в Советском Союзе Пятое управление, идеологическая контрразведка активно занималась церквями. Тут не вопрос только о научном атеизме. А это была более широкая, конечно, деятельность против церкви. И крутили этими, конечно, и попами, и так далее. Но, видите, была там и идеологическая основа, почему этим занимались. И почему вы думаете, что ФСБ это все исчезло? Что КГБ исчезло, а значит, ФСБ уже не занимались этими делами. Мне кажется, если мы смотрим, что там несет этот Невзоров, кто-то этим делом продолжает заниматься. А тут Латынина. Но, конечно, вопрос не только о том, какая концепция у Латынины. Латынина, говоря о своих книгах, использует обычно вот такие выражения, чтобы характеризовать деятельности Иисуса Креста, его последователей. ИГИЛ, Алкаида, и так далее. Ну, конечно, это довольно шмешно, но он же это делает. И возникает вопрос, почему он это делает? Почему такие сравнения? Что это дает? Если мы просто смотрим исторический материал. То, что в окружении Иисуса Креста какие-то убийцы, какие-то там радикально настроенные люди, но это историкам и так было известно. Ничего нового здесь нету. Это было связано с тем, что Иисус был из Галилеи. И именно там, конечно, сопротивление Римлям было самое сильное. Поэтому вот наверняка и какие-то там апостолы, вот люди из этих радикальных кругов. Делать отсюда какие-то широкие выводы, конечно, но не знаю, там вот эти доказательства латыни неубедительны в этом плане. И вызывают большую критику. Но, тем не менее, книги теперь выпущены, будет их еще больше. И, конечно, интересна здесь реакция русской православной церкви. Все заметили, что, когда были какие-то дискуссии, скажем, Чаплином, лайв, спор по поводу этих книг, то, фактически, Чаплин ничего там сказать или спорить с латыни не мог. Но это просто говорит о том, что, конечно же, а что спорить-то? Эти люди же тоже офицеры. И теологии они немного понимают. Главное там служить государству. А тут еще надо по сложным темам спорить с латыни. Не получается. Но все же в последнее время все-таки православная церковь на ютуб-канале послал пару все-таки людей, которые там объясняют ошибки в латыниных книгах, не в соврядицах его утверждениях и так далее и тому подобное. Так что все-таки работа по разоблачению книг Юлии Латыниной и православной церковь предпринимает. Но надо сказать, что факт то, что вот эти книги вызвали такой азотаж и что публика все это расхватила с полок книжных магазинов, говорит о том, что все-таки по-прежнему мы имеем в российском обществе проблемы, что нету достаточной информации для широкой публики. Это было заметно, конечно, в советское время, где просто информация скрывалась, и люди трудом добивались какие-то честные информации. Но удивительно, что, казалось бы, мир интернета, все свободно, но мы видим, что в российском обществе по-прежнему все-таки есть какие-то темы, где нету достаточной информации у людей, и они ищут эти новые знания и удивляются каким-то вещам. Но, скажем, конечно, для попов российских и людей религиозных им кажется просто невероятным, что апостол Павел мог в Риме перед императором Нейроном летать. Но мы не знаем, на чем он летал, метле или нет, но, видите, как бы эта информация, конечно, как бы такая, просто для публики, просто какой-то шок. Что вы говорите? Но на самом деле, конечно, людей, которые занимаются, историей религии и христианства, все-таки даже эта информация как бы не является новым. Такие вот предположения были уже давно как бы всякими там исследователями высказываны. Дело в том, что многие читают, что знаменитый Симеон Маг, который там спорит с Петром, на самом деле не был никаким Симеоном Магом, а самим апостолом Павлом. Но, видите, это предположение, такая идея интересная, но для российской публики это, конечно, ну, вот такая широкая публика, я имею в виду. Конечно, просто шоковое, оказывается, состояние, что вот такие вещи могут быть, и о них пишут. Но, говорю, что, конечно же, поэтому книги Латынина, хотя они очень критикуются его друзьями, его коллегами, все же имеют определенное важное значение. Даже являясь очень спорными и, конечно, слишком многими ошибками, конечно, в книгах. Но, тем не менее, это что-то новое, создает какую-то новую площадку для дискуссии, чтобы люди узнали что-то новое об истории и сами бы тоже изучали что-то. Вы смотрите АРУ-ТВ субтитры Синястр對 Продолжение следует...